Добрый день! Добрый день! Существуют стереотипы, которые навязывают силы, именуемые ошибочно власти. Вот эти вот стереотипы пытаются из года в год с 17-го года и до 18-го года навязывать к обществу. В данном случае речь идет о изменении конституции. В Англии до сих пор нет этой конституции, и английский дом королевский благополучно существует, блаженствует. А другие королевские дома Европы тоже не нищенствуют, тоже благоденствуют. Запрещено иметь старшего в роду только русскому народу, для того, чтобы уничтожить русский народ и создать конгломерат, который бы обеспечивал эксплуатательскую сущность, паразитическую сущность тех подонков, которые дорвались до корыта, до экономики России в 1917 году. И вот с тех пор продолжается раб, против которого люди пытаются какое-то решение принять и реализовать. В данном случае выступают, свои варианты предлагают, но все они худшие, поскольку если что-то решительное будет принять, то это не получит реализации дальнейшее, и будет пресечено. Но люди, как практика показывает, за попытку решительного изменения к лучшему попадают в тюрьму, это показано на процессе помощницы по другим людям. И вот эти люди неравнодушные, которые здесь сегодня, они хотят, чтобы что-то изменилось. А те, которые не хотят изменения, они управляют этим процессом и навязывают то, что никаким образом не может повлиять на изменения жизни страны и народа с лучшим. И вот мы как раз пытаемся, чтобы люди поняли, что необходимо сделать первые шаги на длинном пути. Это прийти к Богу обязательно. Это покаяться за предательство царя нашими родителями. А те, кто принял участие в убийстве, должны обязательно покаяться давно за убийство. Но, тем не менее, мы повинны в том, что царя презирали. Те, кто это поняли, должны быть, они уже покаялись. Кто еще не понял, те должны покаяться. Ведь наказание за это преступление предательства царя было и в гражданскую войну. Это было при расплачивании, распозачивании и других процессах убийственных, когда миллионы людей были убиты. И наказание это было явлено и отечественной войной. Не поняли, к сожалению. Ну и есть такой элементарный вопрос, как налоги. Вот их существование, оно абсолютно паразитарно и абсурдно. И ни один из выступающих за эти десятилетия этот вопрос не поднимает. Потому что он запрещен поднятию. И что такое налоги? Их без собак не зальешь, и в желудок не поместишь, на себя не оденешь. То есть те плача о том, что без налога учителя будут пищенцевать врачи, это все чушь глупая. И бюджет, построенный на участии налогов, он тоже абсурден. Почему? Да потому что те, кто захватили кормушку, которые правильно называют правительством, Они считают, что уже сделали из людей, новых людей, из русских людей, дураков. И они считают, что эти дураки, дебилы, уже клюнут на любую чушь, и можно будет все что угодно при их продолжении жиром врачи. Спасибо. Вот мы слышали одно из мнений. А сейчас мы давайте посмотрим, что сегодня здесь. А сейчас мы попробуем поинтересоваться мнением у более молодого поколения о том, что здесь сегодня происходит. Здесь собрались недовольные люди, недовольные политикой люди, политикой геноцида русского народа. Даже шайка, которая сейчас власти. Они после этого высказали мнение, весь негатив из-за того, как... Некоторые стихи говорят, что мы не хотим идти туда, там, либаки, там, либералы. Выглядят, как они хотят это провести. Поэтому нужно созвать по статье 135-й Конституционной Союзной. Но до сих пор у нас нет даже федерального закона. Ну, русским националистам ничего не согласуют. Это неспроста. Не согласуют. Вот я и сюда пришел, чтобы высказать. Да, да. Да, мы хотели услышать, что вы думаете о сегодняшнем мероприятии. Я думаю, что люди, организаторы, собравшись на этот митинг, изначально сами пока еще неизвестно. Ясно только то, что Сарик, что никакого рекомендуем не дадут провести. А может быть, это будет голосование ВКонтакте с накрученными годами. Может, в Одноклассниках, еще... Или прямо на странице Владимира Владимировича Путина, в Одноклассники, все будем заходить и голосовать. Мы вполне не исключаем такой возможности. Но я хочу сказать, что любые такие инициативы, которые сегодня продадут наша власть, должны встречать четкий и громкий отпор у населения. Только с завастовками и с тачками мы сможем это остановить. Кроме митингов, акций протестных, эпикетов. Когда перекроем их в их денежный кислород, тогда они научатся с нами разговаривать. А сегодня наш главный лозунг должен быть такой. Поправки в Конституцию разбудят революцию. Поправки в Конституцию разбудят революцию. И чтобы они там сейчас себе не придумывали включить в Конституцию Бога, черт, еще кого-то там, бабу ему, Змей Горыныча, все это должно только решаться через нас. Пока мы не скажем свои четкие да, они не имеют права ничего туда включать. Дорогие товарищи, как бы там это ни происходило, чтобы это не было за голосование, мы должны четко и ясно голосовать против. Потому что от этой власти, кроме мухляжа, кроме воровства и кроме бессовестного отношения к собственному народу, больше ждать нечего. Спасибо за уступление. Надеюсь на дальнейшую борьбу, товарищи. Ну, от нас можно добавить, что Конституцию уже пора включать. Не Бога, а нищету. Нищета, благодаря нашей власти, стала теперь национальной идеей. Спасибо большое. Надо всем партиям объединиться, потому что все собравшиеся вместе, они ведь больше, чем какая-то парабетия. Наш митинг продолжает. Представитель идентаристов России Ростислав Шорохов. Освоили и начали использовать. Нет, мы давно использовали. Тогда можете уже сообщить о результатах, но результаты не важны. Ну, вот люди очень редко признают свои ошибки, к сожалению, это так. Но у вас лично все-таки присутствует хоть небольшой оптимизм? Да, оптимизм есть, потому что есть такая логика, что чем хуже, тем лучше. А что на своих вопросах с вами шею сломано. Это заставляет радоваться. А потом все-таки люди понемножку, но у меня это лидеры сообщества, вынуждены за общественную историю. Это дает надежду на будущее. Спасибо, спасибо. Здравствуйте. О сегодняшнем мероприятии ваше мнение, и как вы думаете, насколько будет достигнута цель заявленного мероприятия? А вы мне можете эту цель сформулировать? Я не следил за ней просто. Я знаю, что мероприятие организовано вот этим конгломератом разных сил. К ряду персон из этих сил у меня положительные отношения, я пришел поддержать, ну, как бы, массовку создать своими двумя ногами. Что там за цели ставились? Ну, я так понимаю, большинство людей против того маразма, который в стране происходит. Ну, это, наверное, самое главное. А что там с трибуны говорят? Ну, я, по сути, послушал только Владимира Васильевича Ковачкова. Все. Остальное, ну, потом как-нибудь в роликах будет время посмотреть. Мне, я общался с людьми, я не следил, там, какие цели. Наверное, что-то хорошее пропагандировали, но я надеюсь. Ну, вам самому как бы нравится это, что происходит по ссору доставлять? Я вижу, что люди пришли неравнодушные. Я понимаю, что это не то количество, которым осуществляется революция, о которой здесь кричали многие. Но, я знаю, когда начало, больше прессии, больше ущемлений со стороны государства. И нас станет больше. Те, кто понимают, что происходит, поймут, нас станет больше, и мы что-то изменим в итоге. Я вижу, оптимизм все-таки вас присутствует. Ну, конечно. Я сто лет не был на мероприятиях, увидел кучу людей из такомых, наконец-то смог встретиться не в зале суда. Я все рад, что вы живете на мероприятиях. Нет? Товарищ полковник, скажите пару слов для партии Великой России и о сегодняшнем мероприятии. Сегодняшнее мероприятие, оно обязательно для всех патриотов нашей Родины. Те, кто болеет душой за нашу страну, за наш народ, кто выступает против оккупационного путьского режима, они должны были быть сегодня все здесь. Настоящий фашизм, да. Под поводу выступлений я не специалистичный, что было этим нюансом людей, которые принимают жилья. Это ваши соседи. Я старый солдат, окоп, значит, вот. Сергей, Сергей. Хотя я изучал конституцию нынешнюю, но с тем более десятилетия, если вы видите, что выселяют социальщиков, многодетных, ипотечников, дольше, стариков, пенсионеров. Что там, эти проклятые сианиши, что там затевают, я не в курсе. Я единственное считаю, это мое личное мнение, которое расходится со многими выступающими. Я считаю, никаких изменений в конституции нельзя значить до ликвидации оккупационного путьского режима. Вот только когда мы скинем эту шайку у блюда, то есть сианистом, только тогда можно разбираться. Кажется, что не так у нас конституция. Вы довольны сегодняшним, если так можно выразиться, итогом, я имею в виду, собравшимся с количеством людей? К сожалению, вот это количество людей из года в год, из митинга-митинга, одно и то же количество. Не увеличивается, не увеличивается, раз, слава богу. Я занимаюсь на практике уже 4 года тем, что пытаюсь реанимировать мир. Вот это очень печально и грустно. Я помогал делать документы в шее Северной Гелесной области, где в тепле, в уюте, в мягком кресле и ждет, когда мы сделаем счастье. Мы пытались вынести на референдум вопрос о возврате вседорожных мэров районов. В двух регионах мы пытались вынести на референдум вопрос о возврате вседорожных мэров районов. Спасибо вам большое. Спасибо.